Всем здравствуйте! С вами Евгений Довинов. Сегодня, 4 апреля 2018 года, мы проводили в нашей исследовательской лаборатории первые опыты с мотор-колесами с совмещенными обмотками. Пока, к сожалению, полный комплекс испытаний провести мы не можем, потому как еще не доработана оснастка для подключения мотор-колес к нагрузочным машинам и тензометрическим муфтам, однако некоторые опыты мы уже провести можем. В этом сегодня мы проводили опыт холостого хода с мотор-колесом 186 габарита. Данный мотор находится в эксплуатации уже 2 года, несколько потрепан жизнью, поэтому имеет небольшие люфты и затирания, которые могут негативно сказаться на его характеристиках. Однако некоторые выводы мы можем сделать уже сейчас. Как проходил сам опыт, вы можете увидеть в предыдущем видео. В процессе опыта мы получили ряд данных. Это один из примеров, которых вы можете видеть на экране. О них мы поговорим несколько позже. По таким данным мы составили таблицу. Из таблицы получили графики. Это график в зависимости от действующего напряжения, действующего тока, активной мощности, реактивной мощности и полной. Что из них мы можем получить? Из них мы можем получить номинальное напряжение двигателя 186 габарита при работе от сети с частотой 50 герц. Из данного графика точку перегиба явно мы увидеть не можем, поэтому построили график в зависимости первой производной, на котором достаточно неплохо видна наша точка перегиба, по которой мы можем сделать вывод, что номинальное напряжение, действующее для данного мотора, при частоте питающего напряжения, составляет 50 герц. Так как мы интересуемся напряжением амклютудным, мы работаем с аккумуляторными батареями, то 13 мы умножаем на 1,42, получаем 18,46 вольта. При частоте 100 герц, соответственно, напряжение должно составлять 36,9-37 вольта. Это означает, что с учетом того, что синхронная частота вращения двигателя на частоте сети 50 герц оставляет 750 оборотов, то наш двигатель будет сохранять линейный момент, контроллер не будет включать режим ослабления поля, примерно до 1000 оборотов в минуту. При использовании мотор-колеса 186 габарита с ободом велосипедным диаметром 20 дюймов, это соответствует скорости примерно 90 км в час. До этой скорости момент будет оставаться линейным и не будет уменьшаться. Также, переходя, возвращаясь к нашим предыдущим табличным данным, при данном напряжении ток намагничивания составляет 33 ампера, мощность потерь активная составляет 202 ватта, а реактивная мощность составляет 708 ватт. Это то, что гоняется между конденсаторами, между конденсаторами контроллера и двигателя, между контроллером и батареей. Вот это те самые мощности пиковые, которые мешают дешевым ваттметрам замерять эффективность двигателя реальную, а не какую-то гипотетическую в некоторых видеороликах. А также можно будет на этом стенде посмотреть токи холостого хода и мощности потерь на холостом ходу для бесколлекторных двигателей. Надеюсь, и до этого мы также скоро доберемся. До встречи в следующих видеороликах.